Делегация Неницкого округа во главе с губернатором региона Александром Цибульским посетила Мурманск. Цель визита – проведение рабочего совещания о деятельности и перспективах развития рыболовецких колхозов Неницкого округа и подписание соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между администрацией региона и рыболовецкими колхозами округа. С Кольского полуострова репортаж Марии Владимировой. Рабочий визит губернатора Неницкого округа в Мурманск начался с возложения цветов к памятнику морякам-подводникам, погибшим в мирное время. Мемориал в виде рубки подводной лодки «Курск» установлен в центре города Успаса-на-Водах. После переезд в Мурманский рыбный порт. Там базируется траулер Неницкого рыбак-колхозсоюза «Печора» и рыболовецкое судно «Серпухов». С начала посещения старичка 1986 года постройки. Уже как бы 30 лет, но более-менее, так сказать, стараемся поддерживать. Несмотря на моральную устаревшись, «Серпухов» до сих пор выходит на промысел. Помимо добычи рыбы, на судне ведется и ее переработка. Почти весь процесс – ручной труд. Рыба сверху, где мы увидели, пока трав поднимаем, высыпаем ее всю в ящик. Из ящика она идет по транспортерам. Ну, можно как бы тоже пройти, посмотреть на рыбоделы, где она шкирится вручную. Голову отрезается машинкой. Потом спускается вся сюда по транспортеру в бункер. В бункере промывается. Сюда идет, значит, на стол. Здесь каркировка. Здесь стоят весы. И как бы отсюда берем противень. 10 килограмм бросили. В накопитель. Все складывается. Когда, значит, рыба накопилась там, грубо говоря, на камеру на 900 килограмм. С той стороны, там уже как бы другие. Тут порядка, сколько она где-то? Порядка 60 человек работает на фабрики. Забираем в камеры морозильные. После заморозки рыба упаковывается в мешки и идет на реализацию. По такому же принципу работа построена на втором судне Нейнского рыбокалхозсоюза в траулере Печора. Но преимущество его выше в разы. Производительность судов в сравнении мы берем. Вот я был капитаном на СРТМК, вот типа Серпухов и типа Несина с Науксина. У нас там добыча где-то судосуточная выходила где-то 20-25, там до 30 тонн. Это самое такое большое. Когда здесь уже мы на этом судне видим, что судно здесь добывало периодически там самое большее, где-то у нас 93 тонны вылов суточный. Ну и, естественно, готовые рыбы где-то порядка 60 тонн он производил. Красавец Печора два года назад был построен в Турции. Сейчас ведет промысел в Северных морях. Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста, пожаловать. Спасибо. А вот, со временем вытравливаем. Знакомство с кораблем начинается с сердца капитанской рубки. Здесь, как в космическом корабле. На больших мониторах отображаются карты и вся картина того, что творится под водой. Компьютеры определяют не только места скопления рыбы, но даже ее размеры. Вот это косяки, то есть по этим галочкам мы определяем даже, какой вид рыбы. Да, плотность, биомасса, размерный ряд, то есть примерно это не мелкая рыба, не компьютер, вам уже говорят. Нет, компьютер, это как бы и уже… Не то, что компьютер, нет, 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 то есть мы сами определяем. Сами, да. То есть уже как бы в процессе, да. То есть какая рыба по-разному записывается на… Привычного штурвала у судна нет. Управление при помощи джойстиков. Из рубки идет и управление тралом. Потомственный моряк, капитан траулера Печора Дмитрий Панин говорит, что работать на таком судне – одно удовольствие. Аппаратура все позволяет. Погода не боится, поэтому милое дело. Условия сами видели, какие тут бытовые, поэтому тут как-то оно все когда большое, но как-то так оно сильно не давит. И как-то легко работает. Для 28 членов экипажа – современные каюты, спортзал и сауна, медицинский кабинет, кухня и столовая со шведским столом. Все для комфортной работы. Современные технологии используют и в цехе переработки рыбы. Здесь вот лесы стоят. Она рыбная, идет отдельно. То есть она взвешивается. Уже вес определен, ну и как технолог запрограммирует, она пойдет в определенную ванну. То есть, допустим, 2-3 килограмма рыбы идет, допустим, в седьмую ванну, допустим, от килограмма, допустим, вот таким процессом. То есть все уже рассчитано. И уже потом вот с этим ванну, да, уже рыба идет на заморозку. Рыба в специальных мешках хранится в морозильной камере. На сотне она называется твиндер. Это уже сюда на морозилку готовая попадает уже продукция? Три минус 30, все здесь. И рыба идет в мороженое в тире минус 17-20. И тут она хранится в 550 тонн. В смысле, готовая рыбопродукция. После знакомства с Траулером рабочее совещание, на котором стороны рассмотрели перспективы дальнейшего развития рыболовецких колхозов Нейнского округа, а также обсудили проблемы отрасли. На самом деле поговорили о перспективах, планах развития рыбак-колхозсоюза. Действительно, сегодня это предприятие, которое, наверное, обладает одним из лучших судов в своем классе, по крайней мере, в нашем регионе. И мы посмотрели основные экономические показатели, которые даже в силу объективного сокращения лова, исходя из цикличности вылова рыбы, тем не менее, растет, исходя из того, что действительно очень сильно повышается производительность труда. Договорились о некоторых вопросах возможной поддержки в обмен на социальные программы со стороны рыбак-колхозсоюза. Завершением визита на Траулер Печора стало подписание соглашения. Оно определяет основные перспективы взаимодействия между органами власти региона и Союзом рыболовецких колхозов. Соглашение подписано. Поставив подписи под документом, который рассчитан на пять лет, рыболовецкие колхозы взяли на себя обязательства по осуществлению переработки рыбной продукции на территории округа и обеспечению ей населения региона, в том числе по социальным ценам. Также рыболовецкие колхозы приняли обязательство в первоочередном порядке рассматривать вопросы трудоустройства граждан из числа жителей сельской местности, перечислять налоговые и иные обязательные платежи в окружной и местные бюджеты. В свою очередь администрация округа взяла на себя обязательство проводить госполитику, направленную на улучшение инвестиционного климата и стимулирование инвестиционной деятельности в сфере рыболовства и рыбопереработки, создавать условия для участия рыболовецких колхозов в формировании рыбохозяйственного комплекса, торговой инфраструктуры, привлекать колхозы к участию в государственных и ведомственных программах развития агропромышленного комплекса региона. Довольно долгий срок, что позволит нам, с одной стороны, понимать социальные вложения со стороны нашего объединения колхозов, а с другой стороны, и нам, в том числе, исходить из возможности поддержки каких-то инвестиционных планов компаний, которые, ну, я не буду скрывать, конечно, любые там экономические успехи рыбоколхоза, Союз, зарегистрированный в Ненецком автономном округе, приносит к дополнительным доходам бюджет. Поэтому это для нас не совсем такая благотворительность, а скорее работа на потенциальное увеличение дохода в бюджет. Соглашение вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до 31 декабря 2023 года. Мария Владимирова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север Мурманск».